Конечно, наверное, где-то мужчины в России сбалованы, потому что нам повезло родиться в такой стране, где огромное количество, конечно, красивых девушек. Но помимо красоты, конечно, хочется, чтобы было какое-то взаимопонимание, был какой-то эмоциональный телемост между вами, чтобы у вас было доверие и так далее. И достаточно, а с доверием, к сожалению, в современном мире все хуже и хуже. Вот если раньше, например, как говорится, чашки клеили и старались как-то сохранить, то сейчас чашки выбрасывают. То же самое с отношением. Ну все, окей, месяц прошел, спасибо этому дому, пойдем к другому. К сожалению, так происходит достаточно часто в современном мире. Поэтому я, например, мечтаю встретить девушку, с которой у нас будет полная гармония, что называется, да, и она будет видеть, например, во мне там опору, поддержку, и я, соответственно, смогу ей это дать без опасений того, что, например, вот, допустим, через месяц, через два, там, или через полгода отношения сойдут на нет. Поэтому, конечно, многие мужчины этого мечтают, многим не хватает, там, какого-то семейного уюта домашнего, какой-то вот, какого-то человека близкого, с которым он не просто, он там, там, сходит в ресторан где-то, да, там, и быстрый секс, а какое-то вот, ну, развитие все-таки отношений. Мы же тоже всего этого хотим, просто не так часто, к сожалению, проявляется такая возможность потом, чем старше ты становишься, тем больше у тебя негативного опыта, к сожалению, накапливается в твоей копилке. И вот, я считаю, никогда нельзя вспоминать этот опыт, каждое, каждое отношение нужно начинать с нуля. Вот, все забыли, все отбросили, чем ярче горят Москвы, мосты за спиной, тем светлее дорога впереди, как сказал Амар Хаям. Вот, точно так, нужно забывать и начинать с чистого лица, без недоверия, без каких-то этих самых. И тогда, возможно, что вот отношения, они как раз и сложатся так, как вы хотите, но, но нужно поработать.